Добро пожаловать в парижскую студию Евроспорта на Ролангарос. Влада Сташфен, Чиквитадзе здесь. Ну и рядом с нами, наверное, главная героиня первого дня открытого чемпионата Франции. Это Екатерина Макарова, которая обыграла первую ракетку мира Ангелик Кербер. Катя, ну, во-первых, с победой. Есть ощущение, что вы что-то сотворили этакое? Ну, с учетом того, что пресс-конференция была в главном зале, много иностранной прессы, все это обсуждают. Спасибо большое. Наверное, да, потому что я, наконец, сыграла свой первый матч в одиночке на Филипп Шатырье и победила. Мне было сегодня очень комфортно там играть, показывая действительно свой хороший теннис. Мы как бы играли уже много раз до, и были победы и проигрыши. Поэтому я знала, что будет непросто против первой ракетки вдвойне, но справилась и смогла показать свой хороший теннис. Катя, по счету было легко, но на самом деле было непросто, ведь так? Да, это однозначно, потому что она очень цепкий игрок, она ничего никогда не ошибается, надо все выиграть самой, завершить. Поэтому еще сегодня было очень жарко и влажно. Вроде бы счет 6-2-6-2, но во втором сете действительно стало чуть-чуть накрывать, и уже щеки горят, и думаешь, как бы это все ускорить, эти розыгрыши, чтобы не бегать по 10 ударов. Поэтому было тяжело, и она боролась до конца. Очень рада, что смогла победить. Хочу спросить про эмоции. Вот вы полтора сета держались, ничего себе не говорили, затем начали. Это вам помогает или эмоции иногда возносят не туда, куда нужно? Конечно, они в основном мешают, когда уже чересчур начинаешь разговаривать с собой, но я в какой-то момент это поняла, что я начала разговаривать, что надо чуть-чуть помолчать и собраться с мыслями, понимать, вернуться к тактике, что надо делать, и уже довести дело до конца. На этот турнир ты приехала без Евгения Манюковой. Расскажи, пожалуйста, вы закончили свое сотрудничество? Мы взяли перерыв, да, до конца года. Мы на связи, мы все равно общаемся, она поздравляет и пишет. Поэтому так же все хорошо, но на турнирах, да, пока что будем отдельно. Вот Света Кузнецова мне сказала, что у нее два дня отдыха будет, что хочет пройтись по магазинам там рядом с отелем. Планы ваши какие, помимо тренировок? Пока что я не думала. Я однозначно, наверное, тоже хочу пройтись и развеяться, потому что живу тоже в центре Парижа, очень красиво даже просто пройтись и переключить картинку. Два дня будем готовиться, да, и наслаждаться Парижем. Есть любимое место тут? Пока что нет. В воскресенье не все любят играть. Вы как? Мне, честно говоря, хотелось тоже играть в понедельник, но вышло так расписание, думаю, ничего страшного, все будет хорошо, значит, так должно и быть, и поэтому сегодня вышло с настроем побеждать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова